Охотничье хозяйство Каркастек, западная часть, поднимаемся сейчас по речке потом наверх и сверху будем виноклевать на вечерний охот. Город через реку и по этой тропе выйдем так туда наверх, чуть больше пяти лет существует казахстанское общество охотников-рыболов табигат. Можно констатировать, что за это время в Каркастеке численность копытных, в первую очередь косули, увеличилась практически несколько раз. В данный момент по учетам более тысячи голов на достаточно компактной территории. Это одно из лучших хозяйств Казахстана. Ахота в косуле. Активность косули, как правило, в летний период это утренние и вечерние часы, поэтому мы начинаем виноклевать и наблюдать за животными в вечернее время. Вот это вот самка с двумя сигалетками. Обычно при охоте на копытных используют тактику подхода искрадывания сверху, потому что так животные меньше пугаются и дают возможность внимательно понаблюдать за ними для того, чтобы выявить наиболее интересные экземпляры. Дело к вечеру. Мы ждем, что же будет. Слышно? Кричит самец. Дело к встрече. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Есть Немножко расскажу об охоте Началась она вчера вечером На вечерке я сделал выстрел В сумерках уже По рогачу, по которому сейчас охотился Ну, по которому стрелял сейчас И сделал промах 380 метров Стрелял почти 28 градусов вниз Обвысил Я не думаю, что проблема была В расчетах баллистических Я думаю, что проблема была в том, что У меня висел локоть, я немножко поспешил с выстрелом И, знаете, внутренний голос Какой-то там чертик Тебе говорит, давай, выстрелить Все получится Я ведь знал, что не попаду Потому что болталось оружие И очень неудобная была позиция Стас Мне тоже подзуживал Говорит, давайте, давайте, быстрее Вот, ну, в общем, к счастью Я обвысил Пуля пролетела выше Ушла в ущелье Не напугала козла Потому что, на самом деле Он гонял другого козла Он такой был агрессивный Орал, короче, налево-направо И, в общем, все обошлось Они остались на этом же месте То есть, зверь не ушел Мы увидели, что они На вечерку уже Ну, когда совсем почти стемнело Зашли в эти кушары И мы сменили тактику Мы спустились к речке И ночью затемно подошли На этот склон Противоположный Чтобы был обзор Сели и сидели, ждали рассвета С рассветом сначала Появилась самка с двумя сигаретками Мы ее вчера снимали Потом еще две замки Потом самка-одиночка И потом уже чуть-чуть рассвело Мы увидели самца И видно было, что это рогач Потому что он там, этот, бодал пуст Ну, и мы догадались Что, наверное, это этот альфа-самец Вот И приготовились, сидели, ждали Точно целился в основании шеи Ну, и пуля прилетела Он сразу упал Вот, ребята Это казахстанское общество охотников-рыболов Охотничьих хозяйств Кракостек Состоялась охота В охотничьих хозяйств Кракостек На самца сибирской косули Трофей добыт в рамках номинации Горная тройка Напомню, что все охотники Казахстана Могут принять участие в этой номинации Казахстанское общество охотников-рыболов По правилам нужно добыть Самца-козерога Сибирской косули И марава Естественно, в горных условиях Потому что номинация называется Горная тройка Использовал сегодня Комплекс на базе карабина Меркель-Хеликс Пуля Хорнаде 162 грейна ЕЛДХ Стрелял в основание шеи И, естественно, оптический прицел Сваровский Бинокль тоже Сваровский В общем, все как обычно Так, вот оно попадание Это, наверное, выходное Дугона самцы-косули Имеют лучшие кондиции По качеству мяса и жирности Охота закончилась Косули в рюкзаке Можно идти к машине и домой КОНЕЦ